всем привет друзья мы сегодня с вами все еще в поисках машины рассматриваем напоминаем только китайцев и приехали марка называется джак пойдем с вами посмотрим что там предлагают и так ребята к сожалению здесь у нас только седан и поэтому давайте мы сегодня с вами посмотрим на джак джей 7 у нас две цены так как это белорусские перевожу это 19 тысяч долларов а это 20 тысяч долларов комфорт и люксорий как все говорят но это лакшери двигатель у нас полторы turbo и бензиновый есть тип двигателя кто понимает я не понимаю это четырехцилиндровый ряд на коробка передач значит это у нас механика там где 19000 а здесь у нас вариатор это тот который автомат максимальная скорость одинаково расход топлива здесь 7 и 6 и 8 но они всегда немного занижают емкость топлива у них одинаково и габариты одинаковые и цвет кузова вот такой здесь у нас стоит с вами красненький и 2 серенький сейчас посмотрим красненький и серенький и так здесь у нас красненький это лакшери который с автоматической коробка передач ручка вот такая открывается значит по кнопочки так сразу смотрим у нас есть ставочки металлические это у нас эко кожа которая не натуральная кожа соответственно за 20 долларов уж не думали что там будет натурально руль и со всеми кнопочками руль удобный руль удобный потом у нас идет очень большая панель и она как бы туда совсем утоплена есть место куда положить свой телефончик там у нас подзарядочки кнопочка и коробка передач 2 подстаканника ну вот в принципе вот это вот вся приборная панель или это не приборная панель для приборная панель только вот это в общем вот это вот очень удобно органометрия у нее хорошенькая затем у нас тут тоже все удобненько но очень низкая она очень низкая у нее есть вот это вот окошечко но я прям 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 своим лбом рост метр семьдесят и очень удобно и вот когда он сюда как-то очень маленький вот этот вот ну короче скошенная крыша ужасно скошенная и во первых как-то очень мало места очень а я девушка худенькая поэтому если сюда вот мне кажется вот мужику даже если подвинуть сиденье это будет неудобно и так вперед не очень удобно и давайте сядем назад посмотрим что у нас сзади ну сзади мало места хочу вам сказать сразу я очень в куртке и мне неудобно и потолок ну вот он просто в мою впирается в мою макушку а я напомню метр семьдесят то есть у меня не самый высокий рост который может быть здесь есть мои любимые подстаканчики но хочу вам сказать они не компенсируют высоту и они я не понимаю для карликов что ли делается что это такое почему так почему моя голова впирается прям в крышу хотя здесь у нас есть и этот мой любименький окошечек но не спасает положение в общем 19000 цена ну у этой конкретно модели 22000 цена вроде кажется неплохая но для седана мне кажется но того не стоит нет мой вердит нет я бы эту машину не покупала а тут очень большой багажник на липбеке да на липбеке но это не особо спасает патроники я уже вижу что есть багажник да багажник очень большой удобный туда могу поместиться я но видимо они рассчитали так что я могу поместиться в багажник но не в слоу машины ну как говорится каждому свое запасочка это все и больше тут ничего нет 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 какая вот она короче машина вот в сереньком цвете на сереньком цвете у нас вот как раз давайте глянем это та которая подешевле 19000 и у нее коробка идет обычная механика здесь конечно уже такие очень очень дешманские обивочка очень прям очень приятно я сказала очень три раза не 5 хотела 5 потому тут уже конечно же у нас спидометр обычный экранчик тот же остался и вообще весь экстерьер тот же кроме вот этого ну что я могу хочу сказать все тут тоже самое моя голова все равно пытается пробить крышу и вырваться наружу поэтому наш вердикт что нет машина того не стоит говорила я вам что только китайцев будем но нет смотрите мы тут нашли рядом с теми джоками тут есть volkswagen 144000 это у нас где-то 35 тысяч долларов наверно больше она около 40 тысяч долларов значит он с пробегом то есть это с пробегом пробег у него 86 километров и это 22 года 45 тысяч долларов стоит и так как я поняла если я поняла правильно здесь батарея написано значит это электро да вот электромотор написан то есть электро за 45 тысяч давайте посмотрим volkswagen volkswagen какой ну выглядит получше но и цена-то у него 45 тысяч здесь смотрите я уже сразу вижу что подсветочка есть когда садишься так затем у него вот такой экранчик спидометр у него вот такой вот руль тут у нас такие кнопочки которые кнопочки вроде бы но надо продавливать немножечко вот такой вот экранчик да и он сразу тут у нас завелся давайте тут у нас подстаканники и место для телефона и собственно говоря на этом у нас все места много и здесь конечно же есть панорамная крыша то есть она прям большая большая не маленький такой отрезочек а прям совсем большая ну классненько ничего вам не могу сказать какая прям все что-то он то включая что включать вот он показывает тут батарею и насколько километров хватит на то что сейчас она стоит на паркинге а она семиместная давайте глянем это же самое интересное что может быть с вами еще семиместную это не смотрели ни разу так у нас тут стаканчики есть ну конечно же есть все отлично то есть здесь удобно от езжают и там у нас еще два места ну короче если туда два места то тут ног ноги некуда будет ставить потому что вот она так от едет то есть здесь малое расстояние но что могу сказать да так оно и должно быть но ставится нормально кстати ставится нормально у нее на электроприводе полностью открывание закрывания и такой маленький багажник и они наверное эти сиденья до сиденья убираются и получается большой багажничек неплохо неплохо это эта штука сюда ставится еще который в общем вот так вот синенькая красненькая и volkswagen с пробегом но электрокар закрыли знаете что тут еще оказалось очень неудобно это переключатель ну то есть переключатель у нас находится вот здесь вот то есть его вот чтобы надо покрутить чтобы драйв в одну сторону крути ну короче очень очень неудобно и вот здесь вот он будет отражаться не стоит конечно она того по сравнению с посмотрите предыдущий обзор где мы с гидромассажем или как они гидромассажем может саженым креслом машину смотрели китайскую йолус по моему на ваях ваях вот там 41000 но там был просто улет итак друзья посмотрели мы джаки к сожалению было только вот у нас одна модель в двух конфигурациях пришли ногу пришли беларусь они только год назад у нас подешевели значительно то есть если до нового года там была цена одна то сейчас на некоторые модели до 7000 долларов подешевели конечно же нужно учитывать что цена она складывается из чего-то и вот за 2000 она вроде бы это и немного или 19 я не рассматриваю потому что покупать новую машину с автоматической коробкой передач имеет смысл а если брать с механикой то ну для меня лично сугубо мое мнение что нет как говорится и не надо она очень маленькая ну то есть я не знаю как они это как они сделали так органомектику что ты когда садишься со средним ростом ты прям макушкой упираешься в эту крышу очень неудобно будь она вот буквально на 5 сантиметров выше этого бы не было и тогда бы я сказала что классная машина а так однозначно а на этом все подписывайтесь впереди нас ждут еще несколько обзоров на разные марки и разные машины от китайцев всем пока